Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Как соблюдают правила торговли на центральном рынке, проверила сегодня межведомственная комиссия. Сдаю комнату без посредников. Сколько сегодня просят за аренду жилья под солнцем? Первые итоги единого госэкзамена. Анапчане защитили знания достойно. Более 700 дополнительных мест в детских садах будет введено в этом году в Анапе. Как решается детский вопрос, обсудили на совещании под руководством главы города-курорта. Как организована работа центрального рынка Анапы, проверила сегодня межведомственная комиссия. Ее возглавила заместитель главы курорта Яна Дуплякина. В центре внимания регистрация предпринимателей в налоговых органах, наличие разрешительной документации и соблюдение правил торговли. Сотрудники администрации города-курорта Анапа совместно с сотрудниками полиции провели плановый рейд по несанкционированным точкам торговли на улицах Горького и Краснозеленых. Первое замечено нарушение реализации табачных изделий. С 1 июня 2014 года в силу вступил закон, который ограничивает продажу табака в открытом доступе. Но владелец киоска обязательств не выполняет. Вывеска на всеобщем обозрении, а сигареты реализуют через окно. Члены комиссии выявили несколько фактов нелегальной торговли среди продавцов фруктов и овощей. Документы оказались лишь у немногих. Торгуют пенсионеры, зарабатывая прибавку к пенсии. Далее по улице Горького в заведении под названием «Домашняя кухня-ням-ням» удивили совсем неаппетитные условия – полная антисанитария. В помещении, где готовят грязь. Владельцам дали сутки, чтобы все исправить. Вокруг рынка, по улице Горького, по улице Красно-Зеленых, очень много бабушек с товарами, которые выращиваются на своих приусадебных участках. Но здесь тоже есть решение. Рынок нам предоставляет 44 места бесплатных именно для пенсионеров-инвалидов. Будем проводить работу, чтобы этих людей упорядочить и привести эту торговлю. Приличный вид, соответственно, законодательство. Мы посмотрели сегодня эти прилавки. Вполне достойные. Они находятся в центре рынка. Сотрудники администрации и полиции выявили нарушения на центральном рынке в торговой точке продажи мясных изделий. Продукты находятся на открытом воздухе. Без холодильника, кондиционера тоже нет. Предприниматель даже не замечает, что некоторая часть его продукции уже испортилась и непригодна для продажи. А человек, который покупает, потребитель, он знает, что она была прежде зонароженная. Вы бы вышли лучше сюда. Посмотрите, у вас пыль, грязь. Уберите, пожалуйста. На нарушителей составляют административные протоколы. Рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированной торговли будут проходить ежедневно. Торгово-рыночные отношения организовали предприимчивые анапчане. Встречают гостей курорта на вокзалах и вдоль трассы с табличками «Сдаю жилье». Сотрудники Анапской роты ДПС провели проверку и напомнили арендодателям правила предоставления услуг. Приглашают поселиться в номерах у самого Синего моря, обещая райские условия проживания. Предлагают на обочине дороги, на стекле автомобилей и на картонных табличках. Жилье от очень эконом-класса до люксов. И все это в услугах придорожного сервиса на колесах. Куда привезут хозяева и какими окажутся райские условия – лотерея. При проверке документов водители авто и хозяева жилья спешно прячут рекламные объявления. Знают, за такое предпринимательство предусмотрен штраф. Создаются пробки, затруднения для движения. Могут также пострадать пешеходы, так как не в оборудованных местах все находится. Специально администрация выделила места. Нарушение, предусмотренное статьей 11.21. Административный штраф до полутора тысяч рублей. Глава города Сергей Сергеев дал распоряжение привести услуги курортного сервиса к единому знаменателю. Гости курорта должны быть уверены – проведут отпуск в Анапе в нормальных условиях и на законных основаниях. Качественные услуги – залог хорошего настроения отдыхающих, чистой совести анапчан и прибыли курорта. Четыре результата на 100%. В Анапе подведены предварительные итоги единого госэкзамена. В этом году выпускники 9-х и 11-х классов показали лучшие результаты. Подробности рассказала начальник управления образования и администрации курорта Нина Филофеева. Единый государственный экзамен сдал 641 выпускник. Анапские школьники улучшили результаты ЕГЭ 2013 года. В прошлом году три ученика сдали на 100 баллов. В этом году экзамен по русскому языку на 100 баллов сдали два выпускника из школы номер 4 и два гимназиста Авроры. Мы гордимся работой коллективов, очень рады и благодарим родителей за ту работу, которую они проделали, для того, чтобы ребята достигли самых высоких результатов в ЕГЭ. И в этом году у нас больше всего по русскому языку 119 человек набрали высокий балл от 80 до 100 баллов. Средний балл по русскому языку в 2013 году – 66, в этом году – 68,7. Школьники улучшили результаты и по математике. В прошлом году средний балл составил 44,5 баллов, в этом году – 48. Все пункты проведения ЕГЭ во время экзаменов оборудовались системами видеонаблюдения, а в Москве в здании Роспотребнадзора открыли ситуационный центр, куда приходила вся информация из региона в дни экзамена. Без фиксации видеокамерами всего экзамена процедуру аннулируют. Особое внимание уделили безопасности учащихся информационной изоляции материалов ЕГЭ. В частности, все пункты сдачи ЕГЭ оборудовали металлодетекторами. Процедура, которая проводилась в этом году более жестко, сложно, была проведена без замечаний. Все комиссии краевые и все комиссии, которые были региональные из Краснодарского края, отметили слаженную, хорошую, четкую работу всех тех организаторов ЕГЭ, которые у нас были на наших пунктах проведения единого государственного экзамена. Предметы по выбору выпускники сдали успешно, без замечаний и нарушений. Сейчас идет проверка результатов и апелляционная процедура. В этом году результаты экзаменов выпускников отмечены только в единой электронной базе. Бумажные сертификаты отменены. Положительные результаты по русскому языку и математике дают право школьникам получить эти стат. Эта огромная работа проводилась под контролем главы муниципального образования в город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева. Он лично контролировал и знал каждый день экзамена. В этом году 39 выпускников поощрят медалью за особые успехи в учебной деятельности, учрежденной Законодательным собранием Краснодарского края. Награду вручит мэр Анапы Сергей Сергеев на празднике Алые паруса. В 2013-м неудовлетворительную оценку получили 28 выпускников. В 2014-м не прошел порог успешности только один курсантка детской школы. У него есть возможность пересдать экзамен в резервный день, вместе с теми, кто не смог прийти на испытания в единый день сдачи по уважительной причине. Успешно сдали ЕГЭ дети с ограниченными возможностями здоровья. Улучшили результаты и девятиклассники. В прошлом году не преодолели порог успешности по русскому языку 50 учеников. В этом 12. В 2013-м году математику провалили 62 школьника. В этом 42. На курорте подведены предварительные итоги единого государственного экзамена. И отмечено в этом году результаты лучше. И в продолжение темы образования. На этот раз дошкольного. Мэр Анапы провел расширенное совещание, главной темой которого стало сокращение дефицита мест в детские сады. Сергей Сергеев потребовал от подчиненных активизировать работу и выполнить все намеченные на этот год мероприятия дорожной карты. Сокращение очереди в детские сады, реконструкция учреждений дошкольного образования и строительства новых. Об этом шла речь на расширенном совещании, которое провел глава города-курорта Сергей Сергеев. В работе приняли участие заместители главы, начальники управления и отделов администрации, руководители образовательных учреждений. В этом году в Анапе путевки в детские сады получат 1639 малышей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время закрывается очередь на дату постановки в электронную очередь в июне 2011 года. В Варваровке, Сукора, Свети Гайкадзоре и Киблерова все очередники уже получили путевки в детсады. Кроме того, согласно дорожной карте, к концу 2014 года в детских садах Анапы будет введено 970 дополнительных мест разных форм. Сергей Сергеев потребовал от подчиненных разработать пошаговый план реализации всех намеченных мероприятий. Я хочу, Светлана Владимировна, Людмила Георгиевна, видеть конкретный план, начиная с 20 июня, расписанный по дням, по выполнению дорожной карты. У нас более 2,5 тысяч детей сегодня нуждаются, это от 3 до 7 лет, нуждаются в дошкольном образовании. И еще есть дети до 3 лет, родители которых в идеале хотят и могут трудиться и повышать свое благосостояние. Но так как некуда девать ребенка, они вынуждены сегодня жить на зарплату одного из родителей. И это наша забота. Сегодня есть все условия, чтобы выполнять запланированную дорожную карту, но нет активности в этой сфере. Я вас всех призываю к работе. Если мы хотя бы на одно место, на одно место в детском дошкольном учреждении не выполним намеченные мероприятия дорожной картой, соответствующие выводы по тем, кто ответственен за эту работу, будут. Я вам это обещаю. Начальник управления образования Нина Филофеева сообщила, какие меры принимаются по сокращению так называемой детской очереди. В настоящее время практически решена проблема с устройством детей в садике в станице Благовещенской, в селах Юровка и Джигинка, на хуторах Разнокол, Вестнике, Чембурка и в поселке Просторном. Особенность электронной очереди по Краснодарскому краю – отсутствие зафиксированного порядка номера ребенка. Определяющим критерием зачисления в детсад является дата постановки в очередь. Что нам мешает раз в неделю объявить об этом людям, допустим, по вторникам, а лучше всего по понедельникам, все добрые дела начинаются, вывешивать на доске объявлений в МФЦ распечатанную очередь с нумерацией. После того, как будут выданы путевки в детские сады, в этом году в актуальной очереди останутся 493 ребенка. Их оформят в группы кратковременного пребывания и семейного воспитания. С 1 сентября за счет альтернативных форм дошкольного образования дополнительно будет введено 286 мест. Работа по увеличению мест в анапских детских садах продолжится в текущем году за счет реконструкции, ремонта и нового строительства по 13 объектам в городе и сельских округах. Среди них строительство двух модульных пристроек в детском саду «Ласточка» станицы Анапская, строительство новых корпусов в детском саду «Елочка» поселок Виноградный и виноградинка станицы Гостогаевской. И новости спорта в продолжении выпуска. 13 и 14 июня в столице Кубани состоялось открытое первенство Краснодарского края по ушу Саньда. На соревнования приехали сильнейшие команды края. Команда из Анапы «Южный Будакан» выставила два состава – старшую группу уже опытных бойцов и младшую, ребят в возрасте 8 и 9 лет. Задача старшего состава – выйти в финал, тем самым выполнив нормативы на первый разряд по ушу Саньда. Младшая группа первый раз участвовала в соревнованиях такого уровня. Ребята смогли попробовать свои силы. Вся команда проверила уровень готовности к предстоящим серьезным соревнованиям – полуфиналу чемпионата мира, который пройдет в ближайшее время в Анапе. В первенстве выявили сильные и слабые стороны анапских спортсменов. До предстоящих соревнований участники будут готовиться выполнять работы над ошибками, чтобы достойно представить наш город и клуб. После упорной борьбы чемпионами Краснодарского края по ушу Саньда встали Руслан Камалов, Руслан Модный и Олег Кашеру. Вторые места заняли Иван Чаус, Семен Чивкин, Владимир Байрачный, бронза у Давида Тиваняна и Дмитрия Критари. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В пятницу 20 июня в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 25-27, ночью до плюс 23 градусов по Цельсию. Ветер переменный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 749 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной Горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон «Магазин Тайны Медной Горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114.